Вот и наступило лето, когда можно забыть о зимних холодах и расслабиться на теплом песочке. Но лето приносит с собой не только приятные минуты отдыха, но и назойливых насекомых, которые доставляют нам массу неприятностей. Сейчас средина лета, а впереди знойный август, когда мухи и прочие насекомые особенно активны и принесут немало вреда. Существует много различных способов борьбы с насекомыми, и мы выберем способ борьбы при помощи электроники и сделаем электронную ловушку. Поехали! Рассмотрим схему. Наше устройство разделено на две части. Одна часть отвечает за освещение, и вторая часть отвечает за генерацию высокого напряжения. Здесь у нас стоит резистор на 1 Ом, он является предохранителем. Высоковольтная часть представляет собой умножитель напряжения, который собран на 4 диодах, а также 4 конденсаторах. Все номиналы вы видите перед собой. Высоковольтная часть заряжается через резистор на 10 кОм. Также на выходе нужно подключить резистор номиналом 1-2 МОм, для того, чтобы разряжать конденсаторы, в случае, если вы этой электроникой не пользуетесь, или если вы устройство отключили, чтобы заряд не оставался на конденсаторах, и чтобы не получить случайный разряд напряжения. Дальше стоит сетка из проводов. Эти провода между собой не замкнуты, а в качестве замыкателя между этими проводами будут насекомые. То есть насекомые будут дотрагиваться до двух концов этих проводов, и через них будет протекать высокий ток, тем самым убивая насекомых. Вторая часть схемы – это система освещения. Схема собрана на балластном конденсаторе, параллельно которому подключен резистор для разрядки этого конденсатора, выпрямительного моста, а также нескольких диодов, которые выполняют функцию освещения. То есть излучают свет и тем самым приманивают разных насекомых. Вот что в результате у меня получилось. Сверху установлена небольшая плата, на которой расположены светодиоды, выпрямительный мост, а также токоограничивающий резистор. Внизу собран повышающий преобразователь, точнее говоря умножитель напряжения, и там также стоит шунтирующий конденсатор для питания светодиодов. Сейчас мы все это включим в сеть 220 и проверим на работоспособность. Первое включение нужно всегда делать через нагрузочную лампу, так как может быть, что в схеме что-то собрано не так, и чтобы избежать коротких замыканий и полного выгорания устройства, нужно делать подключение через шунтирующую лампу. Эта лампа сбережет ваше устройство от сгорания. Берем кабель, сделаем все по-быстрому навесным монтажом и включаем в сеть 220. Итак, здесь светодиоды горят, значит все работает. Осталось проверить разрядную часть. Вот этим проводом я буду тестировать сейчас разрядную часть, вот так как бы это повернуть, чтобы вам видно было. Здесь, кстати, резистор стоит на 2 мегаома, и вот параллельно ему, и вот параллельно этому резистору мы сейчас будем проверять разряд. Вот это хорошо и громко стреляет. Такой разряд точно должен быть неприятным для насекомых. Так, отключаем все. Отключаем. Отключились розетки. Проверяем конденсаторы, чтобы они не были заряжены. Конденсаторы разрядились на резистор, это хорошо. Они сейчас не заряжены. Резисторы нужно обязательно ставить параллельно конденсаторам, иначе есть шанс, что конденсаторы останутся с высоким напряжением и могут вас ударить током. Следующее, нужно нам намотать катушку. Катушку можно наматывать абсолютно различной проволокой. Я пробовал наматывать вот такой вот стальной проволокой, сопротивление которой около 8 Ом. И мне это не понравилось, потому что вверху катушки разряд одной силы, а внизу катушки разряд был намного слабее. Поэтому стальную проволоку я откладываю, она не сильно годится для этих целей. Катушку я буду наматывать при помощи вот такого толстого медного провода. Он не лакированный. Это очень важно, чтобы провод не был покрыт никакой изоляцией, никаким лаком, для того, чтобы проходили токи. Чтобы насекомое, соприкасаясь с витками катушки, могло получить разряд. Если провод будет лакированный, то лак нужно обжечь и провода хорошо зачистить и убрать изоляцию. В качестве корпуса я буду использовать вот такой корпус от уличного датчика освещенности. А для катушки я распечатал некоторые детали на 3D принтере. Это вот такие держатели, на которых будет наматываться проволока. Это все будет устанавливаться вот таким образом. Это будет поддон. И в эту нижнюю часть будут скапливаться насекомые, чтобы они не падали ни на пол, ни вам на голову, а сюда. Давайте сейчас мы это все соберем. Сделаем вот такую конструкцию. Это у нас будет вот здесь находиться. И намотаем катушку. Вот такая конструкция у нас в результате получилась. Здесь в эти пазы будет наматываться проволока и будет создавать разрядную сетку. Сюда внутрь будет вставляться электроника. Вот таким образом. И здесь через отверстие будет выходить проволока и будет наматываться. Выглядеть это будет примерно вот таким образом. Вот сюда будет выходить проволока. И дальше она будет наматываться вот так виток за витком вокруг всей конструкции. Сейчас я ее намотаю и посмотрим, что получится. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 этого устройства будет намного намного выше